Я тебя приветствую! Сегодня на канале будет ремонт планшета Lenovo, моделька A3500H. Будем сегодня его с тобой ремонтировать. Как видишь, данный планшет у нас висит на логотипе. Дальше он никуда не загружается. Есть подозрение, что основная проблема здесь у нас с EOMC. Пробовал я уже его прошивать, к сожалению, он не прошивается. Еще раз мы прошиваем его вместе с тобой и посмотрим, что же получается. Переходим за компьютер. Как видишь, у меня уже на рабочем столе запущен флэш-тул, выброта прошивка для нашего планшета, также режим прошивки формат Out plus Download. Всего лишь осталось нажать кнопочку Download, мы ее нажимаем и выключенный планшет подсоединяем к компьютеру. Как можешь слышать, здесь звук определения. Прошло форматирование и наш планшет начал шиться. Теперь наша задача ожидать окончания прошивки. Но я уже пробовал это делать неоднократно, в разных местах у меня выдает ошибки и наш планшет не прошивается. Продолжение следует... По титул объем отправиться. Подождаться дерева на корыку. Подождаться с краснымиレориями на militworth аэри ad una вида и папретре. Она очень очень важна. Подойдем quéлеза красными ванками! Вроде бы все нормально, вроде бы как видишь прошивается, но на самом деле к сожалению это не так. Проблема где-то начнутся за 20 процентов, в разных местах постоянно выпадал у меня в ошибку. Как видишь 21 процент, есть уже висяк, дальше он вшиться уже не будет, я думаю дальше не проскочит, хотя были такие моменты, что дальше проходило. Ожидаем когда выскочит ошибочка. Продолжение следует... Как видишь ошибка записи, ошибка 40.08 и к сожалению дальше наш планшет не прошивается. Так при каждом разе, при попытке прошить этот планшет, в первую очередь это есть подозрение на то, что вышла из строя здесь память. Но также, чтобы подпали у тебя сомнения, я покажу тебе, что аккумулятор здесь заряженный, бывает конечно в таких случаях, что такая ошибка при разряженном аккумуляторе. На самом деле здесь у нас аккумулятор заряженный, также тебе надо будет в этом убедиться, если у тебя такая модель и ты ее ремонтируешь, что аккумулятор у тебя заряжен. Как видишь, на аккумуляторе присутствует напряжение 369, это разряженный аккумулятор, но вполне достаточно, чтобы наш планшет включился, а также прошился. Так что сейчас моя задача доразбирать планшет до коронца, сниму плату и будем спаивать с тобой вместе EMOMC отсюда. Все готово, планшет разобран, как ты можешь видеть, плата уже установлена в нижний подогрев, все разогревается, сейчас вместе с тобой будем спаивать EMOMC. Для того, чтобы безопасно спаивать EMOMC, нам необходимо будет сделать теплоотвод процессора, вот так же КП, здесь все находится под компаундом, действовать надо будет очень осторожно. Приступаем. Приступаем. Все готово, теперь наносим немного флюса на EMOMC. Берем фен и спаиваем нашу EMOMC. Берем флюса на EMOMC. Продолжение следует... Продолжение следует... Наносим немного свежего флюса... Пока наша плата горячая, нижний подогрев я отключаю... Все вроде бы хорошо, сейчас наша плата немного остынет... Мы ее сразу проверим на то, что я не угрел процессор... Подключим к компьютеру, если звук будет определение, значит все отлично... Монетки можно убрать в стороночку, чтобы наша плата быстрее остывала... И пока наша плата остывает, мне хотелось бы порекомендовать тебе вот такой вот коврик из термостойки и резины для твоего рабочего места... Очень удобный коврик, специально заказал для своего рабочего места, хочу поделиться с тобой... Есть несколько вариаций цветов, это у нас голубой прозрачный, а также вот такой вот черный... Я себе заказал черный, есть конечно же коврики покруче... Ну я думаю, большего не надо, как видишь, планшетная плата влезает... Можно также положить, к примеру, паяльную пасту... Можно в отсеке положить наши ЕМЦ-шки накидать... Все вмещается, есть отсеки под болтики... Можно положить инструмент... В общем, отличная вещь... Заказывал на Алиэкспрессе, хотелось бы порекомендовать его, чтобы ты заказал его себе... Украсить любое рабочее место... Также знай, если ты заказываешь по нашей ссылке, ты поддержишь напрямую канал... Спасибо тебе за это... И так же продолжаем ремонт... Сейчас перейдем за компьютер и попробуем подсоединить нашу плату... Плата немножко горячая... Сейчас по-быстрому немного ее остужу... Подуем на нее... Вроде бы все хорошо, можно пробовать подсоединять... Берем просто-напросто, подсоединяем к компьютеру... Как видим, есть звукоопределение... Есть у меня открытый уже диспетчер устройств... Есть вкладочка порты... Открываем, видим MediaTek USB порт... Это у нас видится процессор... Значит, говорит о том, что мы плату с вами не угрели... Теперь моя задача полностью зачистить посадочное место от компаунда... Подготовлю также EMMC-донор, который будем ставить сюда... И все, будем пробовать писать с помощью Meduza Pro сюда прошивку... И запаивать нашу EMMC обратно... Все готово, плата зачищена... Также подготовил нашу старую EMMC, которая стояла в этом планшете... Пробовал ее уже читать... Как видите, к сожалению, она не прочиталась... Сейчас повторим еще раз вместе с вами... Возможно, я ее угрел... Возможно, есть какие-то дефекты на ней... И она умерла по физике... Как видим, результата нет, определения тоже нет... На самом деле, не больно это и хотелось... Поэтому, в любом случае, ее надо было менять... Так как есть на ней дефекты очевидные по записи... Поэтому, сейчас мы вставляем донор... Донор совместим с Preloader... И мы менять не надо будет... Просто-напросто устанавливаем... По ключику... Закрываем колодку... Пробуем, делаем Connect... Как видим, все весело прочиталось... Что здесь нам необходимо с вами сделать... В первую очередь, свериться в имени... Запомнить его... Если вы не уверены в том, что... Имя вашей микросхемы совместимое с Preloader... Оно вам еще понадобится... Запоминаем его... И переходим к следующему этапу... Как видим, конфигурация бутов имеет по 2 МБ... И РПМБ 128 КБ... Для данного планшета это самый оптимальный вариант... Менять больше здесь ничего не надо будет... Также нам будет необходимо выставить конфигурацию загрузки для этого планшета... Для этого переходим во вкладку EMC Service... Выбираем правку конфигурации... И выбираем стандартную НТК конфигурацию... Это будет Partition 1... Бутацик включен... Записываем... Делаем Connect... Сверяемся, что все поменялось... Как видим, все поменялось... Далее необходимо будет сюда записать прошивку... Переходим... Во вкладку Factory Repair... Выбираем вкладку Mediatek... Запись по скатеру... Открываем наш скатер с нашей прошивки... У меня он уже выбран... Сейчас, как видите, подгрузилась прошивка... А также, для чего вам необходимо было запомнить имя... Как видим, вот он наше имя... Оно есть в прелоудере... Значит, все отлично... Можно будет смело... Использовать эту EMC... Не править имя... Как видим, здесь список EMC большой... Какой поддерживает данный планшет... Если у вас EMC из этого списка... То смело можете паять ее... Не правя имя... Снимаем... Вкладки с раздела UserData... Кэш и Android... Нажимаем запись... Все готово... Наша прошивка записалась... Теперь нам необходимо будет... Припаять нашу микросхему обратно на плату... Переходим за наш паяльный столик... Все готово для запайки нашей микросхемы обратно на плату... Берем... Наносим свежего флюса на EMC... Много не надо... Совсем чуть-чуть... Этого достаточно... Теперь выставляем ее на плату... Все отлично... Делаем теплоотвод процессора... Так же нашему КП... Уложим пару монеток... Этого будет достаточно... Закроем экранчиком разъем... И можно запаивать... Разогревайте равномерно... Дабы не угреть процессор... Дабы не угреть процессор... Все отлично... Теперь немного пошатаем... Этого достаточно... Сейчас наша плата немного остынет... и будем пробовать устанавливать ее в планшет и проверять экранчики можно пока снять также берем монетки чтобы быстрее наша плата остывала снимаем плату зажима берем наш планшет и устанавливаем плату на место подсоединяем аккумулятор можно конечно же подсоединить к лабораторнику но наша ММЦ не греется все отлично сейчас попробуем подсоединять к блоку питания сделаем так чтобы вам было тоже видно посмотрим нарисует ли наш планшет батарейку пробуем подсоединяем есть потребление планшет наш нарисовал батарейку это хороший признак это значит что мы с вами ММЦ припаяли верно все отлично потребление хорошее все вроде бы в норме теперь моя задача прошить планшет флештул у меня уже запущен поэтому мы просто отсоединяем и пробуем сейчас с вами на рабочем столе запущен флештул просто нажимаем download режим прошивки формат alt plus download нажимаем кнопочку download и подсоединяем компьютер помните что в двадцать первом проценте у нас наш планшет застопорился и все дальше не прошивался ждем форматирование форматирование прошло это хороший признак и сейчас пойдет у нас прошивка скорость прошивки видите сами она прибавилась сейчас прошивается все на ура все должно быть отлично ожидаем окончание самой прошивки займет какое-то небольшое время надо будет подождать уже 27 процентов неких стопоров нету все отлично дальше прошивается вот и все ребят все готово планшет наш прошился теперь давайте же посмотрим на результат сейчас для начала попробуем подсоединить зарядное устройство все отлично немного подождем нарисует ли он анимашку как видим анимация есть это уже хороший признак дальше что я буду делать сейчас я его стартану если все нормально стартанет от мою нашу плату от лишнего плюса также закреплю мвц на компаунт это надо будет делать обязательно далее собираем и подводим итоги ожидайте вот и все планшет это собирал как я и говорил закрепил нашу ему оценок компаунт также стартанул наш планшет поправил у него с помощью уфи донгла и как результат ты можешь видеть все прекрасно работает планшет на стартанул в целом останется немного потестить планшеты можно выдавать клиентам также хочу отметить что не забывай что все ссылочки в описании на использованный инструмент также на сам коврик если нет компаунда ссылочка тоже в описании спасибо тебе за просмотр что досмотрел до конца всем доброго пока